Глава КОМИ Владимир Уйба записал новое обращение к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Бурлон Донайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Своё видеообращение сегодня начну с акции. Сегодня, в Национальный день донора, принял участие в благотворительной акции доноры Донбассу. На самом деле, все мы знаем, что донорство очень важный, составляющий элемент любого развитого общества. И донорство в России – это действительно целая миссия служения людям, причем людям неизвестным для донора. Но, тем не менее, всё больше и больше людей приходят на станции переливания крови и сдают безвозмездно свою кровь. Вот сегодня для жителей Донбасса, Луганской, Донецкой Народной Республики наша кровь очень важна, потому что, как вы знаете, идут обстрелы, бомбардировки, всё это связано с тяжёлыми ранениями, и кровь нужна здесь и сейчас. Ну вот я сегодня не просто принял участие, а сдал кровь как донор, и очень горд этим и рад за то, что эта кровь может кому-то спасти жизнь. Вообще, кровосдача одна может спасти несколько человек. Ну и, конечно, принять участие могут все желающие, никаких ограничений у нас нет. Главное – желание и настрой на то, чтобы действительно помочь людям, которые терпят беду и бедствие. И по цифрам у нас в год в стране, только в нашей стране, нуждается в переливании более полутора миллионов человек. И, конечно, в основном кровь идёт именно в клинике, в больнице для оказания экстренной помощи. Это не только травмы, это не только тяжёлые операции, это и родоспоможение, когда тоже требуется кровь. Поэтому участвуйте в донорстве. Это действительно не просто важное, а это, наверное, определяющее такую миссию человеческую, служение людям. Причём, ещё раз повторяю, безвозмездно, и ты не знаешь, кому ты помогаешь. Вот это, наверное, самое главное и важное, что ты помогаешь человеку, не зная его, но зная точно, что ему нужна твоя помощь, твоя кровь. Ещё одна очень значимая патриотическая акция стартует завтра, 21 апреля. Акция «Красная гвоздика». Средства, которые будут собраны в рамках акции, будут направлены на оказание медицинской помощи. Ветеранам Великой Отечественной войны и вообще ветеранам всех конфликтов военных и людям, которые прошли горячие точки, сегодня являются ветеранами боевых действий. Свой вклад в поддержку ветеранов может нести каждый, кто действительно хочет помочь ветеранам, кто хочет улучшить их жизнь, качество жизни, в том числе и при оказании медицинской помощи. Например, эту акцию проводит фонд «Память поколений». Это некоммерческая организация, которая оказывает адресную медицинскую помощь именно ветеранам. И хочу сказать, что это не просто фонд, который где-то и работает на кого-то. Этот фонд реально оказал помощь нашему республиканскому госпиталю ветеранов войн. В этом году именно помощь благотворительная было приобретено новейшее оборудование на сумму более 20 миллионов рублей. Это 8 единиц оборудования, часть из которого уникальна не только для республики, но и для России, если брать масштаб именно российского здравоохранения. Например, уникальная ультразвуковая система денцитометрии действительно является уникальной, потому что, во-первых, это контактный денцитометр ультразвуковой, когда не нужно инвазивных исследований делать, это делается посредством датчика, определяет именно остеопороз или качество костной ткани. Почему это очень важно? Это очень важно, особенно для людей пожилого возраста, потому что у них вымывается кальций очень активно, и кости разрушаются. Почему так? Часто пожилые падают, и, казалось бы, молодой упал – ничего, а пожилой упал и получает тяжелую травму, перелом, который может резко снизить качество жизни. Например, перелом шейки бедра. Этот прибор именно дает возможность вовремя увидеть остеопороз начальный или уже в какой-то серьезной стадии и скомпенсировать путем назначения препаратов, препараты такие есть, скомпенсировать именно снова прочность костной ткани, чтобы спрофилактировать такие переломы. Очень важный аппарат. Повторяю, их очень мало в России, но в республике он уникальный. Еще один аппарат тоже очень уникальный – это ультразвуковой аппарат экспертного класса. Эти аппараты, как правило, на перечет даже в высокотехнологичных, республиканских клиниках, областных. Ну, вот такой аппарат последнего поколения, именно экспертного класса, сегодня появился у нас в госпитале ветеранов. Тоже позволяет очень выявлять на высоком качестве разрешающую способность высокого аппарата заболевания, в том числе и на начальном этапе. Еще электронейромиограф – это диагностика центральной периферической нервной системы, заболевания мышц, но это тоже очень актуально для лиц пожилого возраста, в том числе. Лор-комбайн – это, по сути, на одном месте лор-врач не только может посмотреть то или иное, допустим, горло, посмотреть нос, но еще и провести диагностику. Потому что этот лор-комбайн вмещает в себя несколько диагностических систем, и не нужно направлять пациентов в республиканские или какие-то федеральные центры, потому что этот лор-комбайн позволяет сделать все на месте. Очень важно и нужно. Автоматический пневмотонометр – это бесконтактное определение внутриглазного давления, тоже крайне важный аппарат. Например, он используется при определении глоукомы. У пожилых это очень важно для того, чтобы человек не потерял зрение, потому что второугольная глоукома, к сожалению, в запущенных случаях приводит к атрофии зрительного нерва, и человек теряет зрение. А вот этот как раз аппарат позволяет вовремя увидеть начальную глоукому или нарастающую, и прооперировав, спасти человеку глаз, а это совершенно другое качество жизни. Ну и еще некоторое оборудование для физиолечения, но еще один аппарат тоже о нем скажу – ударно-волновой терапии. Почему? Потому что, как правило, у пожилых людей идет уже более пассивный образ жизни, откладываются соли, особенно так называемые пяточные шпоры, которые точно совершенно снижают качество жизни. И так человек ходит плохо, да еще и боль при хождении, и, конечно, это совсем качество жизни снижается. Ну и человек снова начинает вести пассивный образ жизни, а это, в общем, все плохо. И для сердечно-сосудистой системы в том числе нужно двигаться. Двигаться мешают вот такие вот заболевания опорно-двигательной системы. Поэтому этот аппарат позволяет бороться именно вот с такими тяжелыми заболеваниями. То есть, конечно, это очень нужное и важное оборудование именно для госпиталя ветеранов. Ну вот, я уже сказал, что это оборудование не только повысит диагностическую эффективность, соответственно, и современное оказание помощи, лечение нашим дорогим ветеранам, но и улучшает самое главное качество жизни. Поэтому всем им долголетия, активный образ жизни и здоровья, дорогие ветераны. По эпид-обстановке за сутки выявлено, мы опять начали качаться или там качели так называемые эпидемиологические. Опять у нас вчера было 57 случаев заболевания коронавирусом, сегодня 70. Хотелось бы, конечно, снижаться к Дню Победы, но вот мы опять начали вот эти качели туда-сюда. Причем на первое место, имеется в виду плохое первое место, антирейтинг, вышел Сосногорский район, опередив, вернее, и Сыктывкар, и Ухту. То есть, ну, понятно, что это такой вот локальный подъем заболеваемости, будем наблюдать, но думаю, что это все выровняется за несколько дней. Но, тем не менее, Сосногорск сегодня 8 случаев, все остальные ниже. По коечному фонду мы отмечаем снижение, это очень хорошо, занятых коек с 260 вчера, мы сегодня имеем 241 занятую койку. Соответственно, развернутая койка мы держим пока, что называется, в резерве, 395 коек, этого более чем достаточно на сегодняшнюю занятость. Ну, и хочу сказать, что вот среди все-таки заболевших сегодня 70 человек у нас 12 человек вакцинированных, но ни один из них не госпитализирован. Все амбулаторного легкого течения, а среди умерших сегодня один человек умерший – это человек невакцинированный. Я, в общем, о том, что снова в течение последних уже, наверное, нескольких месяцев у нас нет вакцинированных среди умерших. То есть умершие все невакцинированы. Поэтому нужно все-таки задуматься о вакцинации, у нас все для этого есть. Я уже много раз говорил, что у нас и кабинеты открыты, и специалисты готовы прийти на вакцинацию в коллективы в том числе. Ну, и достаточное количество доз вакцины, более 90 тысяч доз. Поэтому, пожалуйста, все, кто все-таки понимает, что подошел срок ревакцинации, кого низкий уровень антител, пожалуйста, приходите на вакцинацию. На сегодняшний день у меня вся информация. Берегите друг друга, будьте здоровы, всего вам самого доброго. До следующей встречи. Продолжение следует...